Всем привет! Вы попали на подкаст «Сейчас делаю», в котором мы, Дарья Новицкая и Марина Бойцова, расскажем вам о том, как найти мотивацию научиться чему-то новому, развиваться и менять мир. Вместе с проектом «Другое дело» мы поможем вам раскрыть свои способности, умения и покажем, что вы можете больше, чем вам кажется. Поехали! И сегодня в рамках этого подкаста поговорим мы о теме отношений подростков и их родителей. Как общаться, как находить общий язык, как не ругаться во время каждого диалога. Вот об этом, обо всем в сегодняшнем подкасте. Даша, скажи честно, ты часто ругалась с родителями, будучи подростком? Будучи подростком были непростые отношения с родителями, непросто было найти общий язык, но как-то мы все-таки нивелировали и пытались поддерживать дружественные отношения. А кто первым выходил на диалог в примирении? Ты знаешь, это было так давно, что мне уже немножко сложно вспомнить, но где-то родители, где-то я все-таки первая шла навстречу. А уже сейчас, будучи взрослой, наладились ли твои взаимоотношения? Ну, после того, как прошли годы проработки с психологом, уже отношения довольно ровные, приятные, так что уже все хорошо. Ты знаешь, я вот не могу прям вспомнить, точнее, не так скажу. В данный момент, мне кажется, что когда я была подростком, нормально у нас были взаимоотношения с родителями. Возможно, если бы мы сейчас спросили у моей мамы, это было бы немножко по-другому подсвечена вся эта ситуация. Но в целом, мне кажется, что было довольно все гладко, как у всех, с небольшими шероховатостями, со своими радостями, со своим каким-то опытом. Ну, и тоже с тобой могу согласиться и поддержать тебя в этом, и своим опытом также поделиться, что чем старше становишься, как-то на многое начинаешь уже тоже смотреть родительскими глазами. И это помогает сближению в том числе. Давай спросим у эксперта, как можно справиться с проблемой отцов и детей. У нас сегодня в гостях журналист, бизнес-тренер, автор книг и преподаватель Московской школы управления Сколково, Нина Витальевна Зверева. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Очень приятно вас слушать. Почему девочки? Ну, потому что вы разговариваете про то, как подростки общаются с родителями, а у меня теперь уже давно позади, как подростки-внучки общались со мной бабушкой. Так что тут уже больше поколений. Богатый опыт. Да уж. Как же говорить с родителями и не ссориться с ними? Это вот такой мануал для подростков, скажем так. Ну, у нас есть курс в онлайн-школе, называется «Я среди других», и там есть такой урок, называется «Я сообщение». И мы учим ребят от 12 до 17 лет, приходят на этот курс, как-то менять манеру обвинения или сарказма, то, что родители совсем терпеть не могут, на манеру искреннего, открытого вдруг выражения каких-то своих эмоций. И это очень хорошо работает. И по обратной связи, судя, мы прямо вот как бы улучшаем быт семьи. Ну, как в качестве примера могу сказать, если ребёнок, например, всегда досаливает суп, потому что ему он не солёный, потому что у папы больной желудок, и мама не досаливает суп, то он говорит «Мама, куда ты опять делай соль?» И это плохо. Если он говорит «Мама, я не могу найти соль», это хорошо. Про «Я» говорить хорошо про себя, что у тебя что-то не получается, ты что-то не можешь, или тебе что-то не нравится. И к этому все отнесутся нормально. Как только звучит обвинение, то родителям странно, что он ещё вообще тут только что пешком по столу ходил, ничего ещё пока в этой жизни не сделал, а тут вот сидит за столом, и опять мама в чём-то виновата. И мама, конечно, срывается. А как вы учите взрослых общаться со своими детьми? А точно так же. Всё то же самое. Если взрослый скажет «Слушай, у меня появилась информация про звание школы, что ты пропустил школу уже в третий раз». Причём, насколько я помню, месяц назад мы об этом говорили. Мне дальше не надо ни в чём обвинять, а надо сказать. Ну, значит, мы как-то не так. Как я как-то не так говорил. И я должна сказать, что я сам тоже пропускал школу. И были же большие проблемы у меня и с директором, и с учителями. Пришлось менять школу. Я всё это помню. И даже если тебе не нравится урок или ещё что-то не нравится, может быть, лучше как-то это обсудить. Но мне по этому поводу весьма сложные чувства. И мне кажется, что сейчас ты сам себя подставляешь. Ну, мне так кажется. Вообще, когда взрослые вставляют в разговор, мне так кажется, на мой взгляд, или я так думаю, это тоже очень сильно улучшает отношения. Потому что взрослые ведь склонны к категоричности. Они же просто пропускают этот момент, когда ребёнок становится взрослым. Причём они признают его взрослость на словах, но совершенно не признают внутри. И мы учим взрослых людей, учим вовремя переходить в парадигму взрослый-взрослый. Я спрашиваю, с какого возраста? Я говорю, с того момента, как ребёнок в животе. Потому что у меня вот я в своей книге «Семья что надо» пишу. Я так думаю, на самом деле, что дети с рождением взрослые. Просто сначала они очень мало умеют, и им надо помочь. А так в смысле отдельности от нас и в смысле какой-то улучшенной версии нас, безусловно, это уже в животе происходит. И вот они рождаются, вот мы на них удивляемся. Поэтому если парадигма вот эта вот у нас есть в семье, дети с рождения взрослые, а родители тоже люди, вот это очень сильно облегчает жизнь. У нас в семье не было конфликтов с подростками никаких. Так мы иногда посмеивались, удивлялись на них. Но я сообщение очень помогает. Я обожаю эту технику вообще. Она действительно помогает, во-первых, самому себе легализовать свое чувство, проговорить его. Да. Оно же нормальное, оно есть. И прям снижает этот градус, какой-то конфликт. А человек сам понимает, что он сделал не так. Он всегда сам понимает. Но если его еще в это тыкать носом, то он будет отрицать очевидное. Упираться. Ты мне обещала, что мы вместе будем ужинать. Ты опять сидишь в телефоне. Один вариант. Плохой вариант. Мама, она у меня звонит подруга, мы с ней должны сделать домашнее задание. Ты же меня ругала, что я плохо делала домашнее задание. Я позвонила ей, она могла позвонить только сейчас. И уже, блин, мне не нужен уже никакой ужин. И ешь сама свой ужин. Вот вам типичная ссора. А как можно было бы? Мама говорит, девочки, я так мечтала об этом ужин с тобой. Но у тебя, видимо, там опять какие-то проблемы. Не знаю, что. Но я вот мечтала, знаешь, готовила и думала. Сделаю я картошку, как Дашка любит. И получилось, как ты любишь. Вот все получилось. А Даша говорит в ответ. Мам, сейчас. Очень важно. Я тут, я по работе. Я по учебе. Я, честное слово. Я не просто так зависаю. Сейчас. А картошку накрой пока, чтобы не остыло. И вот вам уже сотрудничество. Нина Витальевна, а есть, может быть, какой-то еще, ну, скажем так, лайфхак, как помочь и подростку, и родителям контролировать себя во время вот этой эмоциональности для того, чтобы не доходило до какого-то пика, а, скажем так, ну, нейтрализовалось на среднем уровне. Я очень люблю все-таки юмор и чувство юмора. И все-таки он, конечно, веселье, веселость, хохот. Он освобождает нас в самые такие трудные моменты от всего, когда мы начинаем просто хихикать. Но гораздо безопаснее хихикать над собой, а не над ребенком. И вот это замечательно всегда. Когда это мой муж, он это признает, он там профессор и так далее, научный человек, когда он говорит, ну, хорошо, давай я тебе занудным образом в 20-й раз скажу, что туфли надо снимать при входе, потому что потом я мой пол. Ну, вот когда как занудный отец в 20-й раз, это уже смешно. Это такая уже самая ирония, уже всем весело, и уже все, и у парня уже все будет делать как надо. Вот. Поэтому у нас в семье это тоже, ну, очень поддерживается юмор. И, конечно, нельзя говорить на эмоциях мгновенно. Вот одна из моих внучек, у нее такой взрывной характер, ей очень трудно. И как ты ей сказала, Аташка, тебе надо отойти секунд пять просто говорить какую-нибудь куртку, в пальто. И она этим пользуется до сих пор, ей уже 28 лет. Она меня за это очень благодарит. Она как тигренок уходит куда-нибудь прорычиться, а потом приходит нормально разговаривать. Возвращается человеческая речь. Ну, конечно. И когда эмоции, мы же с собой не владеем, ничего нельзя сделать. Мы живые все. Да, и тут получается для каждого свой способ, как отойти от этого эффекта, чтобы не гавкнуть, не рявкнуть на кого-то, а пойти, отойти, подышать, и потом снова войти в диалог из позиции сотрудничества. Или порычать. Или порычать иногда. Или посмеяться. Почему между старшими родственниками и подростками возникает недопонимание? Ну, они другие. Ну, это же раздражает. А потом, конечно, у нас, у взрослых, я, правда, очень тут проработанный человек, но все-таки не все этим отличаются. У нас какая-то такая семья, что это было принято не то, что я такая гедиальная. У меня родители такие. Очень трудно, что они отходят от нашей модели. И нашей модели поведения, и нашей модели относительно них самих. Все равно мы что-то себе представляем, и нам кажется, что мы лучше понимаем. Вот это все ерунда. Ничего мы не лучше понимаем. И вот свобода, ценность нашей семьи, она не может быть просто декларирована, да? Она должна быть именно принята всеми, потому что свобода выбора партнера, свобода выбора друзей, свобода выбора профессии. Ну, я думаю, мои родители были в шоке, когда я сказала, что я пойду на филологический факультет. Ну, там же девочка вроде умная, так на вид. И физемат школу закончила хорошо, с медалью. И что она потеряла на этом филологическом факультете? Папа сказал, слушай, там, ну, Чехова ты уже читала, и Толстого, и Достоевского. Ну, тебе-то около Начарского не хватало, или там, четвертого сына Вера Павловны. Вот, зачем это на филологический факультет? И что ты будешь потом делать с этим образованием? Отец был прав, когда он сказал, ну, если так хочется поближе к языкам, то иди в иньяс, будешь знать хотя бы английский язык. Но меня утянула туда где литература по очень простой причине. Мало того, что мне это нравилось, я еще понимала, что мне там будет легко. А вот в физемат школе мне не было легко. Мне хотелось, чтобы мне в университете было легко, чтобы я легко была лучшей, а не билась тут с этими олимпиадниками. И еще я хотела уже рожать детей, поэтому я боялась иньяс. Я знала, что там очень много надо сидеть в лингофонных кабинетах, учить всякие слова. Ну, а русский язык мне учить не надо было. И так и случилось. На втором курсе я родила первого ребенка, на четвертом второго, закончила с красным дипломом, в университет не ходила. А я так возьму одного ребенка на руки, другого на руки, и приду, сдам экзамены, и получала одни пятерки. У меня не было ни одной четверки даже. Но не потому, что я такая умная, а потому, что там, на самом деле, уровень требований был очень низкий. Но потом мы сделали эту ошибку с Катей, которая легко закончила физмат-школу с красным дипломом, в смысле золотой медалью. И тоже считалось, что она такая коммуникабельная, веселая, яркая, что журналистика, телевидение или там пиар. И она пошла на тот же филологический. Это была страшная ошибка, потому что, конечно, мозги Катюхина, как мы сейчас все понимаем, она сто раз, ее компьютер превышает все другие компьютеры. Она сейчас операционный директор компании Visa, трансконтинентальный, третий человек глобальной Visa. До этого она была главой Visa России, до этого стратегом ВТБ, до этого McKinsey Company. А при этом она закончила филологический факультет. Ну, правда, она закончила уже три года, а там был обмен студентов. И благодаря тому, что она была на филологическом, все в жизни связано. Она попала в Америку на год. Там она изучила английский и поняла, что ей надо быть финансистом. Вот, поэтому она уже там потом дальше сама рулила своей судьбой. Ну и тут сама. Мы же не были против. Я так подумала, что не надо бы до выбора. Ребенок сам должен делать ошибки, если он уже не ребенок. А он уже не ребенок. Нина Витальевна, а как вы считаете, вот чаще, да, в семейных взаимоотношениях, кто чаще кого не слышит? Взрослый ребенка или ребенок взрослого? Ну, не слышат всегда оба. Марина, это так всегда. Грустно было смотреть, например, у Пети, у сына. У него не ладились отношения с отцом. Вот они друг друга не слышали. Но была я, я была переводчиком. Я говорю, Вова, Петя совсем другой имела в виду. Он хотел сказать вот это и вот это. Он никак не хотел тебя обидеть. Петя. Папа беспокоится там о том-то, о том-то. Мне было очень радостно, когда они подружились. Пете был 21 год уже, когда они впервые подружились. А потом было так приятно, на даче спускаешься вниз, там, вечер. Они уже в баню сходили, они сядут разговаривают. Вова такой гордый, Петя его слушает. А до этого они не были готовы слушать друг друга. Они друг друга раздражали на уровне просто разности особей. Ну, ведь бывает так, что люди вот не сходятся характерами. Вот просто вот никак. Так вот, темпы ритмом не сходятся. И друг раздражают. Ну, слава богу, было я, меня никто не раздражает. А как подростку можно развивать коммуникабельность, чтобы находить общий язык со старшими и чувствовать себя при этом комфортно? Ну, полезно все-таки с какого-то возраста, чем раньше, тем лучше, начать понимать, что ты несовершенен и поискать в себе недостатки, а в других достоинствах. У нас же бабушка раздражает. Все время говорит одно и то же. Дедушка вообще уже никакой. Весь там свои на руки или там в своих газетах или в своем телевизоре. Родители все в работе. И меня никто не понимает. На самом деле 20 лет это очень большая разница. А сейчас больше. Мало кто рожает 20 лет. 30 лет это вообще грандиозная разница. Как мы с Катей недавно обсуждали, встречались недавно, она, конечно, для меня большой источник каких-то очень интересных сведений. Она сказала, знаешь, сейчас к управлению большими компаниями пришли иксы. Иксы это вот поколение, ключ на шее. Вот это вот ребята, которые в 90-е оказались просто как в сказке Пушкина разбитого корыта после окончания своих вузов и начинали строить жизнь с нуля. Каждый по-своему. И очень много чего сумели. Это люди дисциплины, самоорганизации. Это поколение надо. А командует они поколением хочу. Вот поколение надо командует поколением хочу. Но ведь это в каждой семье так. Потому что разница поколения 20 лет это как раз это старшее поколение. Поколение надо, а младшее поколение хочу или не хочу. Очень полезно старшим вспоминать себя, какие они были подростки и вообще прислушиваться к тому, что говорят мальчики, девочки. Желательно тоже не с какого-то там тумблера нельзя включить в 11, 12, 13. Понимаете, так не бывает. Вот он до 11 маленький, вот он проснулся в 11 лет, он взрослый. Нет, это все же появляется как-то, просто в моменты взрослости надо для себя отмечать. У детей же есть какой-то возраст, когда они резко растут, когда они становятся невыносимы. А terrible two вот два года сам наден. Да ничего, сам не умеет вообще. Но все сам. Есть сам, все мимо. Носки сам, все наоборот. Надо терпеть, да? Надо как-то делать вид, что он сам. Незаметно все это делать самим, но делать вид, что он сам. А потом это где-то 7-8 лет тоже начинается это буду, это не буду. И критика взрослых появляется. Ну, еще знаменитый вот этот подростковый возраст, там еще гормоны сильно прибавляются, поэтому там ребенок уже собой не владеет. И это надо пережить вместе с ним просто этот период и не испортить отношения. Поэтому очень полезно помнить, как это было у вас и внимательно слушать. Ко мне очень часто обращаются взрослые люди и говорят, можно ли наладить отношения с ребенком, которому 16, 17, 18, который ничего не слушает и становится просто на все нет. Еще даже до конца не дослушал, но нет. Ты будешь с нами обедать? Нет. Ты поедешь с нами в отпуск? Нет. Ты пойдешь там в этот суд? Нет. Ты пойдешь на эти курсы? Нет. Я беру тебя репетиторы? Нет. Все, нет. И мне говорят, ну как? Я говорю, ну, вообще наладить можно всегда все. Лучше бы, конечно, не разрушать, но наладить можно всегда. Я говорю, ну, вы ничего не должны говорить никаких осуществительных знаков и даже точек. Вы должны задавать вопросы. Главный вопрос, который можно задать, если уже не складываются отношения, это вопрос, что с нами не так с тобой и что со мной не так. Вы знаете, какие удивленные взрослые, когда они слышат это предложение? Как-то с ними что-то не так. Ну, конечно, да. Хочется же, что там что-то поменять, не в себе. Действительно. Я тут вообще ни при чем. Это он такой или она. А вот это вот, это и есть самая главная ошибка. Начать с себя надо. Посмотреть. А с тобой хорошо вообще общаться как-то, ребенку. Ну, вот он хочет музыкой заниматься. Конечно, он гремит. Конечно, всем мешает. Конечно, там и соседи все. Ну, может быть, для него эта музыка что-то такое особо важное. Ну, знаешь, какие-то есть кружки, какие-то есть дворцы, какие-то там барабаны какие-то есть. Подвал с барабанами, ну. Посидите вместе в интернете, поищите, где эти люди тусуются. Могите ему, сходите с ним вместе посмотреть. И вообще сядьте и послушайте, как он играет. Ну, хоть раз. Сидит в игрушках. А какие игрушки? Ну, а что играет? Не знаю. А у меня нравятся у меня маленькие внуки. Самое младшее поколение, 8 лет. И там было недовольство с стороны моих детей, их родителей по поводу электронных игрушек. Но против меня аж никто ничего не может сказать. Да, я же тут патриарх в семье. Поэтому я зову их к семье 8-летних и играю вместе с ними в их игры, в мои игры. У меня вот в телефоне 5 игр установили мои внуки. Три из них. Мне очень нравится. Я в них играю. Делитесь друг с другом результатами. Да, каждый раз. Кто кого обгоняет. Да, да. Как, чего там. Они все время интересуются, плачу я или нет. Вот у меня теперь есть одна игра, в которой я не плачу деньги, но продвигаюсь. Потому что иначе нечестно. Я-то могу заплатить, а они нет. Поэтому очень хочется пройти плохой уровень. Но стараюсь так, как они. Нина Витальевна, давайте мы с вами тоже немножко поиграем. У нас в подкасте есть рубрика «Другой вопрос, другой ответ», которая помогает узнать, насколько гости подкаста профи своего полезного или другого дела. Все просто. Мы будем задавать вам вопросы. И нужно будет выбрать ответ из предложенных вариантов. И так как Нина Витальевна у нас эксперт в строительстве семьи, вопросы будут касаться именно этой тематики. За каждый правильный ответ вы будете получать баллы. И в конце мы решим, насколько вы экспертны в своем деле. Готовы? Денег не будет, я так поняла. Будут баллы. Много баллов. И что? Будет много баллов дальше, что? А мы давайте с вами поиграем, потом все подробности вам расскажем. Ну ладно, баллы так баллы. Давайте. Первый вопрос. Сколько всего с точки зрения семейных психологов существует кризисных этапов в семейной жизни? А. 5. Б. 7. В. 10. Смотря сколько вы живете с мужем до развода. Можно выбрать только один вариант ответа. Да, я укажу свои. Я не очень верю в эту теорию. Ну да, говорят каждые 7 лет. Значит, смотрите, если я жила с мужем, вот уже прожила 51 год, 50 делим на 7, только получается. 7 и 7, 49. Ну вот так, где-то 7. Там был такой ответ? Давайте послушаем правильный ответ. Да, был такой ответ Б. Семейные психологи и терапевты, говоря о кризисах семейной жизни, выделяют несколько кризисных этапов. Первого года, трех лет, кризис семи лет, одиннадцати тринадцати лет и двадцати трех двадцати пяти лет. Правильный ответ А. 5 кризисов. Да, но здесь не учитывается, что люди живут 70 лет вместе. И даже больше. Мои родители прожили 72 года вместе. Сука, у них было кризис. И я 51. Без единого кризиса, кстати. Давайте дальше. Это уникально. Давайте вопрос номер два. Всего существует семь этапов отношений между мужчиной и женщиной. Как называется этап, который завершает семерку? Служение, взаимоуважение или любовь? К сожалению, точно не любовь. Я думаю, взаимоуважение. Давайте правильный ответ послушаем. Этапы отношений идут в следующем порядке. Влюбленность, насыщение, отторжение, терпимость, служение, взаимоуважение и завершающий любовь. О, Господи. И у нас третий вопрос. Учёные выделяют три психологических типа семьи. Два из них – традиционная и супружеская. Как называется третий тип? А. Архетипическая. Б. Детоцентрическая. В. Современная. Конечно, все эти определения у всех свои. Пускай будет архетипическое. Правильный ответ. Детоцентрическая семья, в ней главной задачей родителей считается обеспечение благополучного будущего детей. В целом, эта семья существует только для ребёнка. Вопрос номер четыре. Доктор психологических наук Алла Семёновна Спиваковская называет это источником и гарантией эмоционального благополучия человека, поддержания его физического и психического здоровья. О чём идёт речь? А. О родительской любви. Б. В. Об уважении в обществе. В. О нахождении своего места в жизни. Ну, конечно, родительская любовь. И самое простое. Ничего больше не надо. Совершенно верно. Сто баллов ваше. Ура. Вообще, на самом деле, ничего не мешает хорошей паре выстроить отношения. Даже если это крутится вокруг ребёнка, это тоже бывает прекрасная семья. Если это сходится, понимаете, это им обоим доставляет удовольствие. Вот и всё. Аж такое современное, это совсем по-другому. Вот типу классификации. Сколько психологов, столько и этих разнорядок ваших. У нас финальный вопрос. Какой стиль семейного воспитания можно считать наиболее оптимальным и успешным? А. Либерально-попустительский. Б. Гиперопекающий. И В. Демократический. Ну, демократический, конечно. И... 200 баллов ваши. Да, 100. Итого 200 баллов получайте. Итак, у нас было 5 вопросов. И без подарков, конечно же, мы вас не отпустим. В качестве награды мы подготовили баллы от другого дела. У вас их 200. Получить баллы очень просто. Команда другого дела передала нам QR-коды. Мы попробуем просканировать ваш код. Гаджет автоматически отправит в приложение другого дела. И нужно будет только нажать «Применить». И баллы будут на счету. Накопленные баллы можно обменять на прикольные бонусы в самом приложении. И если вы, дорогие слушатели, хотите стать классными специалистами в полезных и добрых делах, то сделать это можно, став участником проекта «Другое дело». Проект существует для того, чтобы помогать молодым людям развиваться, становиться лучше для себя и менять мир вокруг себя, делая тем самым лучше жизнь других. «Другое дело» — это множество полезных заданий и бонусов, которые помогут прокачаться в самых различных областях жизни, приобрести опыт и найти единомышленников. Все, что нужно сделать — стать участником другого дела в мини-приложении, которое находится в социальной сети ВКонтакте, выбрать задания, которые вам по душе, начинать выполнять их согласно условиям и за правильное выполнение получать баллы. Полученные баллы за выполненные задания можно обменивать на приятные бонусы, образовательные курсы, стажировки в различных компаниях, образовательные программы и даже путешествия по России. Еще сотни уникальных бонусов ждут вас в самом приложении. Переходите в приложение по ссылке в описании и прокачивайтесь прямо сейчас. Нина Витальевна, подскажите, может ли хобби или традиции помочь сблизиться с родственниками, с родителями, то есть вот этот контакт между младшим и старшим поколением установить? Ну, вы же знаете ответ, спрашиваете. Когда вместе бегают папа и ребенок, совсем другое дело. Когда все идут в поход, совсем другое дело. Когда все вместе едут на дачу, а там все вместе идут за грибами, совсем другое дело. Собственно, что еще так может сблизиться, кроме как совместное дело? У меня мама брала совсем маленьких моих дочек, учила их делать вареники с вишней. Какая вкусная традиция. Ничего вкусного. Они ничего никто не умел. Ни мамы, ни девочки. Поэтому вишни выскакивали из вареников, и они до сих пор помнят, как они это делали. А мы съедали стоически, героически. Это вот это липкое тесто, эту вареную вишню. Но вот хотелось сделать вареники с вишней, вот их и делали. Только общее дело сближает, конечно. А какие в вашей семье есть совместные традиции? У нас много. У нас спектакли семейные обязательно. Обязательно тосты по праздникам, карточные игры и много других всяких игр. Из таких спортивных игр у нас на даче настольный теннис. Делаем всякие смешные олимпиады спортивные. Всякие эти. Ножечки кидаем и так далее. То есть, ну, много всего. Вот так вот из любимых занятий семьи это, конечно, приготовить вкусное все вместе поесть, порассказывать истории, сходить вместе в поход или куда-то в лес или как-то, поиграть в карты. Очень много занятий. Я когда приезжаю к ним, они же все в разных странах, а то вокруг меня ровно это и получается. Вот уже и карты припасены, уже ждут пельмени мои. Идем в магазин что-нибудь кому-нибудь выбирать. Все вместе. А что делать, если родители не принимают хобби своего ребенка? Как быть подростком в этой ситуации? И родителям в том числе. Вообще-то это нормально. Если мы строим отношения с ребенком как взрослый со взрослым, то нам может что-то нравится, может что-то не нравится. Запрещать нельзя отношения. Ну вот у меня такая есть одна знакомая семья, где мальчик очень увлекался спортом, а при этом он был очень умный. И родители, конечно, другие планы имели на его мозги. Совсем не нравился его футбол. Ну и там мама прятала этот футбольный мяч и, в общем, делали все, чтобы запереть его дома, чтобы он не ходил на эти тренировки. А вы представляете, когда он вырос и женился, бросился скорее на стадион, где уже он был переросток, конечно, и играл в мини-футбол, потом стал судьей, а все равно он туда пришел. Пришел, как только родителей рядом не оказалось. И жизнь-то поломанная оказалась, потому что он действительно очень способен к спорту. Ну и зачем перечить, зачем мешать? Ну, конечно, какие-то условия можно ставить и обсуждать все это надо. Понятно, что человек должен получать образование, и часто спорт этому мешает. Но у меня есть другая семья, где мальчик был кандидат в мастера спорта по плаванию в 14 лет уже, и он вообще прямо жил этим, бредил этим бассейном. Но родители ему говорили, что если он еще 5-6 лет так вот поплавает, во-первых, совершенно спорт и здоровье, потому что были непрерывные гаммориты, большие проблемы с ушами, снос, а во-вторых, ну он проплывет мимо всех других возможностей. Без спорта он жить не мог. И в результате, так он высокий очень был, его отвели в волейбол. Гораздо более оказалась для него подходящая по здоровью история. Ну а волейбол был уже в студентской команде, то есть он поступил в университет, стал там играть в волейбол. И как-то все это соединилось. И родительские желания, и парнячьи мечты, и способности. Говорить надо вообще, обсуждать, говорить, находить вообще. Приходить к сотрудничеству. Как объяснить родителям, что тебе не нравятся дополнительные занятия, на которые они тебя записали? Вот как здесь правильно приводить аргументы, чтобы тебя услышали? Ну как такое случилось, что родители записали куда-то, куда тебе не нравится? Это уже случилось, значит, уже там нет понимания никакого. Значит, они хотят, чтобы ты пошел в мед и записали тебя на биологию. А ты хочешь идти в мед, и биология тебе совсем не нужна. Значит, уже какой-то момент разговор упущен. Ну, я считаю, что если уже записали, надо попробовать сходить. Тоже не надо же так воевать. Деньги уплачены. Родители о чем-то мечтали. Надо, по крайней мере, пойти поглядеть, чтобы были какие-то аргументы. Потому что не попробуешь просто так, и какая-нибудь тебе подруга сказала, что это ерунда. А может быть, они правы. Надо тоже дать им шанс. Вообще родители, как правило, это понимают, к сожалению, сильно позже. Но если они умные, здоровые дети, которые уважают родителей, то прислушаться иногда тоже не вредно. Такое тоже бывает, что человек идет там в какой-то вуз готовиться, просто потому что да, друг идет или подружка. А на самом деле склонен к другому. Может быть, родителям даже виднее. Поэтому я тут вот не стала бы устраивать никакую истерику. Сходила и сказала, почему не нравится, почему не подходит, что другие дети там гораздо более успешны, что совсем не зашло, что если профессия вот так вот не нравится, то вряд ли человек в ней окажется лучшим. А какой смысл идти в профессию, которую ты не любишь? Знаете эту фразу? Если ты любишь то, что делаешь, то ты не работал ни одного дня. Замечательно. Это про меня. Пример замечательный только, что он как раз сейчас именно в этот вопрос и подходит, да, про плавание, про волейбол. Родителям, может быть, тоже дадите какие-то рекомендации, какие аргументы привести. Да, иногда родители действительно хочут для своего ребенка лучшего. Не всегда желания стыкуются между собой. Сказали, попробуй, Жень, попробуй. А может быть, вот волейбол это командная игра, ты плаваешь там один, а потом действительно, ну что, из гоморитов там не улезал. Это же на всю жизнь здоровье. Ну и он очень уважал родителей. Он попробовал этот волейбол, и оказалось, что эти его руки ловкие. Он как Майкл Хелпс. Он, конечно, был бы чемпионом мира или олимпийских игр. У него очень длинные руки, длиннее нормы на 5 сантиметров. Поэтому он очень легко греб, легко побеждал. Ну а в волейболе тоже очень важно. Он так брал мячик и через сетку закладывал. Поэтому оказалось, что эти длинные руки, они в разных видах спорта хороши. Это на это прислушаться к родителям очень полезно. Можно ли как-то раз и навсегда решить проблему отцов и детей? Вот из поколения в поколение такая обсуждаемая всегда тема. Ну, станет совсем скучно жить, Марин. О чем ты говоришь? Вообще проблемы не надо решать раз и навсегда. Надо их проживать, надо их осознавать, надо делать выводы. Мы всегда будем делать ошибки, грешить и каяться и делать выводы. И вспоминать со смехом потом со выросшими детьми. Какие они были смешные, когда им было 12, 13, 14. Что можно читать, смотреть, слушать, чтобы развивать свои навыки коммуникации? Детям или взрослым? И тем, и тем. Детям навыки коммуникации надо развивать с подростками, с друзьями, с родителями, с бабушками. Да вот хотя бы тосты. И во время дня рождения не молчать, говорить. Чтобы научиться говорить, надо разговаривать. Подростки часто угромо молчат, когда они со взрослыми. Очень полезно взять микрофон и телефон и позаписывать интервью со взрослыми. Вы даже не представляете, как потом все будут счастливо смотреть это через 5, через 10 лет. Вот я всегда внучкам говорила, давайте берите интервью у папы, у мамы. И сама всегда брала интервью у детей, у маленьких, у возрастающих уже, подрастающих. Очень интересно потом было сравнивать, очень интересно было смотреть. А интервью – это тоже почти что игра. Вот спектакли наши. Там же и большие, и маленькие. Это же целая работа совместная. Это все коммуникация, это все сцена, которую надо приучать. И, конечно, нужны обязанности какие-то, чтобы ребенок сказал, что он готовит ужин. У нас как-то все так легко в семье делает, само собой. Сейчас пиоли наши, сколько нашей индийской принцессе, а наполовинку индусский ребенок. У меня взять индус. Сейчас ей 16. Ну вот, наверное, с 12, с 13, Нелли сказала, выбирай любой один день, вечер, ужин твой. Сначала просто это был разогрев там какого-то ужина, а потом сама стала готовить. А Наташка старшая работала почтальоном с 12 лет, потом сидела на кассе, потому что ей хотелось много денег. И Нелли говорила, давай частное государственное партнерство. Сколько ты зарабатываешь, я столько добавлю. Очень хороший, кстати, метод. Мы всегда давали деньги, кстати, карманные дети, чтобы они не чувствовали себя обездоленными, и чтобы учились тратить деньги. Много всяких, может быть, советов. В моей книге, по крайней мере, их очень много. Нина Витальевна, мы с вами потихонечку приближаемся к завершению записи сегодняшнего подкаста. Какие бы, возможно, вы хотели сказать пожелания, озвучить пожелания? Какие-нибудь действительно советы, может быть, топ-3? Кому? Врослым или детям? Давайте сначала для подростков, потому что, прежде всего, мы с подростками общаемся. С подростками? Ну, во-первых, надо помнить, что родители не так плохи и безнадёжны, как кажется. И надо дать им шанс. Очень полезно задавать вопросы. Как у них было в детстве? Как у них было в этом возрасте, в котором вы? Какие были любимые учителя? Вообще, поздавать родителям вопрос. Взять у них интервью. Очень полезная история. Родители могут открыться с разных сторон. Второе. Очень полезно поделать фотографии родителей. Это всегда приятно им будет, но вы ещё можете как-то какие-то неожиданные ракурсы увидеть. Ещё очень полезно просто выгнать их из дома, предложить пойти куда-то в гости, а потом, когда они придут, чтобы были сюрпризы. Это очень радует всегда. Сердце родительское тут же тает. Когда вымыты вся квартира, когда ужин на столе, рубят какие-то цветы для мамы. Ещё что-то такое приятное. Сюрпризы, подарки, сделанные своими руками. Это всегда очень приятно. И ещё можно просто договариваться о каких-то взаимных вещах. Я не знаю, подросткам важно, чтобы никто не входил в их дверь без стука, в их комнату. Никто никогда не трогал их вещи. Можно договориться. Родители просто, например, если у них такого не было в детстве, то они могут не знать, что так лучше. Чтобы не покупали вещи без согласия. Потому что никто же не носит вещи, которые покупают родители. Подростки же любят сами убирать вещи. Можно самим вместе выбрать в каталоге. Но бесполезно, когда мама, папа, дедушка, бабушка покупают вещи, которые потом не носятся. Вообще лучше деньгами подарки, чтобы ребёнок сам выбрал, что ему надо в том же каталоге, в том же магазине. Ну и если что-то хочется, чтобы родители поняли, как для вас это важно, пригласите их. Не надо их стесняться. Они, в общем, не такие уж и старые. И они будут рады прийти на какой-то концерт, где вы участвуете. Знакомить надо их с друзьями. Это тоже очень хорошая такая вещь, потому что глазами ваших друзей, ваши родители вам могут показаться совсем другими людьми. Я счастливый человек, потому что мне все мои трое детей всегда говорили, что все их друзья на нас завидуют, на нас с мужем. Это было очень приятно. Но я видела, что и дети к нам по-другому начинают относиться. Потому что для подростков самое главное мнение – это друзей. И если друзья скажут, что какие у тебя предки-то интересные, то ты начинаешь думать, как мне повезло с родителями. Вот. Так что общий совет – это, знаете, ссора. Она противная штука. Из нее долго все выползают. Жизнь тяжелая, трудная штука. И родители точно могут стать вашими друзьями, но тогда к ним надо относиться как к друзьям. А то нечестно мы от них там хорошие берем, а все, что им не нравится, мы вообще отвергаем. Это несправедливо. Потому что равные отношения, отношения дружбы – это гораздо более справедливые отношения. Так что вы можете попробовать эти отношения установить. А еще удивите родителей. Вот, например, девочка одна. Сама нашла там в интернете конкурс социальных проектов в Артеке. Прошла этот конкурс, победила, приехала в Артек, там тоже победила. Еще и деньги заработала. Родители ничего этого не знали вообще, когда она поехала в Артек, это не было полным удивлением. Катька наша тоже, да, у нас все дети удивляли. Взяла там и в Орленок, она тогда попала, тоже своим сочинением, отличилась. Да все удивляли. Какие-то вещи делали необыкновенные. И мы гордились очень. Дайте повод гордиться вами. Родители очень любят гордиться детьми. Сама на вооружение очень классную штуку. Казалось бы, так просто, и это настолько глубоко брать интервью у своих родителей. Обычно вопросы задают родители детям. Что ты, кто ты, где ты, с кем ты, как ты, какие-то вопросы. А дети имеют чаще меньше возможности и меньше желания что-то спрашивать, что-то выяснять у родителей. И именно формат интервью, который дает возможность младшему, скажем так, члену семьи почувствовать себя на одном уровне со своими старшими родственниками, вообще очень крутая фишка. Спасибо вам. Да, сблизиться. А вот, кстати, про вопросы. Какие вопросы лучше задавать подросткам вместо дежурных? Как дела? И что сегодня было в школе, чтобы быть ближе к ним? Да советоваться надо с ними. Просить помочь социальными сетями. Спрашивать, нравится ли те платья, в котором пойду на работу. Вот это или вот это мне надеть. Это вот очень они любят. Потому что довольно много понимают в современном мире. И надо дать им возможность показать свою экспертизу. Это всегда очень подростков удушевляет, как мне кажется. Советоваться. Расскажите, что на работе, тоже спросите, как вот так поступить или так поступить? Вот сегодня надо идти к начальнику. Хочу попросить зарплату. С другой стороны, это не принято у нас. И очень боюсь. Если парень говорит, мам, да ладно, мы так проживем. Ничего страшного. То он потом задумается тратить деньги там лишние в кафе или нет. Дружба, она же так устанавливается с двух сторон. Открытая, искренняя, на доверие. Про прекрасную дружбу, на такой вообще позитивной, скажем так, объединяющей ноте. Приближаемся мы с вами к финалу. Нина Витальевна, спасибо вам огромное. Спасибо за опыт, за рекомендации, которыми вы поделились сегодня с нами. Это был подкаст «Сейчас сделаю» от проекта «Другое дело». Не забудьте подписаться и попробовать себя в другом деле. Встретимся в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова